Следы минометных обстрелов появились и в пригородах Донецка. Есть жертвы и раненые. Наш корреспондент Анатолий Майоров сегодня работал в Горловке, где тоже подсчитывают потери после очередной атаки. Город Горловка. 40 километров от Донецка напрямую или 70 по безопасной объездной дороге. Начиная с середины мая. Этот населенный пункт украинская армия обстреливает почти каждый день. Пока в центре города журналисты могут работать без касок и бронежилетов, но никто не знает, что будет уже сегодня вечером. Украинские минометчики меняют квадраты для своих обстрелов, бьют туда, куда не били раньше. Или пытаются накрыть огнем сразу несколько жилых районов. Доказательство тому события минувших суток. Почти одновременно с подконтрольных Киеву населенных пунктов был открыт огонь по северо-восточным и юго-восточным городским окраинам. Надежда Александровна приехала в Гольмановский район Горловки к сестре в гости. Хотели отметить праздник Святой Троицы. Не успели. Первые мины украинских силовиков прилетели в город в 7 часов вечера. Тяжелое что-то было. Воронка посреди огорода. Мы вышли в огород посмотреть. Я не помню, откуда оно взялось, что я уже на земле лежу, и земля на мне. А сестричка метро-3 от меня уже убита, лежит. Вечернее время для своих атак украинские силовики выбирают не случайно. Вечером солнце светит в сторону Горловки, то есть не мешает минометчикам вести огонь прицельно со своих позиций. Отсюда еще один вывод, точнее подтверждение слов мирных жителей. Подконтрольные Киеву солдаты не ошибаются в расчетах, а намеренно утюжат дома гражданских. Причем именно тогда, когда этого меньше всего ждут на празднике. Праздники даже больше боимся, чем в будние дни, потому что они стараются нас этим гнобить, что ли. Что вот праздники, вот празднуйте вы так. Говорил же Порошенко, что наши дети в школе учатся, а ваши в подвалах сидят. В руках Дениса осколок мины, который сегодня извлекли хирурги. Вечером парень пас коров в районе Зайцево. Это противоположная окраина. Сначала слышал грохот приходящих взрывов в Гольме, решил далеко и безопасно. Денис не знал о новой схеме работы украинской артиллерии. В летней военной кампании Киева минами теперь накрывают всю восточную окраину. По первым минским договоренностям, если мы берем от 19 сентября, там было 4 пункта, по которым разрешалось открывать ответный огонь. И один из этих пунктов это гибель мирных граждан и обстрел городских кварталов и населенных пунктов. Все прекрасно понимают, что арт-ударами по жилым кварталам украинские силовики хотят просто раскрыть боевые точки ополчения и уничтожить их огнем тяжелой техники. Армия ДНР пока молчит, но здесь цена соблюдения минских соглашений – человеческие жизни. Только за один вечер в одной горловке от украинских мин пострадали 4 человека. Еще одного, сестру Надежды Александровны, завтра похоронят. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!